В 2012 году Владимир Владимирович Путин поставил задачу перед политологами, сверхзадачу. Как нам сделать так, чтобы судьба России не зависела от одного, двух, либо трех человек. Чтобы создать такую систему, чтобы она нам обеспечивала суверенитет и была живой, откликающейся. Вот эта сейчас сверхзадача решена. Это абсолютно четко выверненная формула. И дело в том, что зачем сейчас людям вставать с дивана, если не знаешь, куда идти. И на сегодняшний день абсолютно есть четко цель, срок и план. И сверхзадача решена. Нужно строить собор. Виртуальный собор из всех людей, живущих в России. Ведь будущее что собой представляет? Люди будут рождаться, жить и умирать в соцсети. Это большой глобальный живой организм, который сможет, во-первых, решить абсолютно все задачи с государственным устройством. Можно будет разбрукатизировать этот гигантский, дурацкий, ветхий аппарат. Не нужно столько ни чиновников, не нужно столько бестолковых движений. Информационный век и вот эта тенденция, она даже бессмысленно ей сопротивляться. Вот это то, что будущее, оно практически все уйдет в виртуальный мир. И мы уйдем от тех старых решений, которые сейчас существуют. И вот это строительство виртуального собора, это самый большой национальный проект за всю историю существования человечества. Вы только вдумайтесь, что каждый человек должен будет принимать в нем посильное участие. Вот я помню, как был коммунизм, попытка постройки. И были лозунги, когда выходишь из дома и видишь, наша цель коммунизм. А сейчас просто будет заменить наша цель собор. И собор собой представляет именно живой организм, где не для избранных, а для всех будет построение вот этого сверхорганизма, вот этой сверхидеи. И такая идея, она могла прийти только из России. Ни Америка, ни Восток, никто по своим историческим параллелям, по своему воспитанию, менталитету, они не могут выдать вот эту большую идею. То, что предлагает Запад, это такой... У них есть похожий проект. Это такой интернет-монстр, который хочет лишить всех свободы. Это там и микрочипирование пресловутое, и оцифровка людей. И их задача максимально каждого человека поставить под контроль. Сколько он зарабатывает, где он ходит, о чем он думает, что покупает, какие предложить ему рекламные продукты, чтобы он это все купил. И уже сейчас есть такие технологии, которые заранее предугадывают, что человек хочет на основании его вот этой жизни. Наш же, русский проект, как альтернатива этому бездушному монстру, наоборот, светлый и созданный для творчества. Ведь русская нация, это и все национальности, которые проживают на территории России, это люди, которые могут поставлять в мир идеи. Мы именно креативны. Вот в большом разделении труда японцы делают электронику, китайцы копируют, немцы автомобили, Россия, русские могут поставлять идеи. Вот идеями, основанными на всей вот этой вот братской любви, мы весь мир сможем поглотить и победить в этой жуткой конкуренции, которая надвигается. И этого избежать нельзя. Рано или поздно, выше сказано, да, коснется всех. И сейчас уже надо готовиться и не терять время. Надо уже сейчас приступать к делу. Прекращать войны, раздрай, между собой, вот эту междоусобную брань, а вместе браться за одно большое хорошее дело. Работай всем, непочатый край.